Надеется на лучшее, но готовится к худшему. Об угрозе паводка говорили на заседании областного Акимата. Сейчас не все районы подготовили технику и мешкатару. Считают, что до них вода не доберется. Но само успокоение в таком серьезном вопросе недопустимо, отметил Кумар Аксакалов. Также на заседании обсудили подготовку аграриев к посевной. Агири Мукашеву продолжит. Свыше 4 миллионов гектаров засеет наш область в этом году. Почти четверть отведут под масличные, в том числе и высокорентабельную сою. Она зацветет на 47 тысячах гектаров. В выращивании культур, особенно масличных, огромную роль играют минеральные удобрения. Ими в этом году планируют обработать 2,3 миллиона гектаров. Государство поможет субсидиями. Выделили свыше 5,5 миллиардов тенге на помощь аграриям. Это на миллиард больше, чем в прошлом году. 2019-й, кстати, показал, что субсидии на удобрения аграриям необходимы. Только в нашей области шесть раз обрабатывали масличку от нашествия капустной моли. Выстояли урожай, собрали и сделали выводы. Еще один залог богатого урожая, современный, а главное, бесперебойно работающий, тракторы, комбайны и пассивные комплексы. В области планируют приобрести 2000 единиц техники на 40 миллиардов тенге. Обеспечение техникой и запчастями – вопрос номер один для пассивной компании. И его надо тщательно продумать с учетом ограничений на въезд в Петропавловск и другие областные центры. Именно там и находятся нужные для аграриев магазины. Акимы районов должны четко отслеживать работу предприятий по обеспечению запасными частями. Это важнейший вопрос. Не все могут попасть в город, города. Поэтому в таком очень ручном режиме Акимы должны отследить. Там есть еще механизмы, когда в эти города нужно заезжать. Отработайте и регулируйте. Продумать вопрос с техникой, необходимой спасателям. Весна для них очень напряженный период, как, впрочем, и для многих североказахстанцев, которые могут пострадать от паводка. Несмотря на то, что снегозапасы уменьшились почти на треть, риск затопления есть. В апреле ожидают много осадков, а еще температуру выше нуля, причем не только днем. Большую угрозу несет и водная артерия области река Есиль и ее притоки. Сюрпризы может принести река Силита. В прошлом году из-за нее пострадали села Каратал и Кулыколь в Алихановском районе. В прошлогодние валы, которые поднимались вокруг Кулыкольа, там небольшой был вал вокруг Каратала, там Беларусь, другой техники там не было, с маленькой лопаткой пытался этот вал сделать. Конечно, это никакая работа. Сейчас вот снег отошел, надо вот там обкопать. К сожалению, пока еще мы поселите, можем какие-то сюрпризы ждать. Туда же направили высокопроходимую технику, провели обвалование. Готовиться к приходу большой воды надо всем районам, а еще быть оптимистами. Но встречать паводок лучше по самому пессимистическому сценарию. Слабая работа ведется и по заготовке инертных материалов, наименьшее количество песка в Жамбылском, Шалатыно, Мамбулском районах. Что там не хватает? Времени не хватает. Я же говорил, значит, не будет надобности, останется на будущий год. Пусть она лежит. Заготовьте. А то, слушай, там теоретически посчитали, что не будет подтопа и все. Прекратили заготовку, что ли? Что за самоуспокоенность? Глина тоже недостаточно. Щели в Мамбулском районе вообще-то мизер заготовили. А школьники сейчас готовятся к последней учебной четверти. Она пройдет в необычном для всех формате. 6 апреля учителя уже начнут вести дистанционные уроки. А для тех, у кого нет доступа к интернету, занятия будут транслироваться на телеканалах Балапан, Елярна и местном Казалжар.